Тема третьей лекции «Октябрьский переворот и политическая жизнь Казахстана» по курсу «История Казахстана в XX веке». План лекции. Первый вопрос. «Октябрьский переворот и политическая жизнь Казахстана». Второй вопрос. «Гражданская война, политика военного коммунизма». И третий вопрос. «Образование Казахской автономной Советской Социалистической Республики». Рассмотрим первый вопрос. «Октябрьский переворот и политическая жизнь Казахстана». Установившееся Временное правительство после крушения царской власти в России в феврале 1917 года, кроме многочисленных программных заявлений, не проводило в стране коренных преобразований. На неопределенный срок откладывался созыв учредительного собрания. Земельная реформа, закон о собраниях и союзах, введение хлебной монополии – все это были полумерами. Нерешенным остался вопрос слома старой государственной машины на местах. Она осталась тем же аппаратом. Лишь вместо губернатора появились областные комиссары, вместо уездных начальников – уездные комиссары. И самое главное – не был решен вопрос о войне, несмотря на возможность его логического решения. Кроме того, Временное правительство провозглашало необходимость войны до победного конца, оправдываясь лозунгами защиты завоевания революции. Однако Временное правительство, потерпев поражение на Германском фронте, решило извлечь выгоду и из этого положить конец двоевластию. Оно пыталось разоружить и вывести революционные части гарнизона из столицы и запретить партию большевиков. В этих условиях большевики начали подготовку к вооруженному перевороту. 15 октября 1917 года состоялось закрытое собрание Петроградского комитета большевиков, на котором выступил член ЦК РСДРП Бубнов, который призвал к скорейшему выступлению против Временного правительства. А 16 октября на расширенном заседании ЦК Владимир Ленин заявил, что необходимо проведение активной решительной политики, которая может быть только революционным переворотом. И 25 октября вооруженные отряды моряков, красноармейцев заняли почтамт, вокзалы, а прибывший на городскую электростанцию комиссар Временного революционного комитета, Военно-революционного комитета отдал приказ о прекращении освещения правительственных зданий. Было захвачено телефонная станция, большевики выключили телефоны правительства и штаба округа. К утру 25 октября были захвачены Государственный банк и редакции газет. 25 октября, по старому стилю, по новому, 7 ноября 1917 года в Петрограде был совершен вооруженный переворот. В этих условиях Ленин пишет обращение гражданам России, которое было размножено и распространено Военно-революционным комитетом. Временное правительство не изложено, говорилось в обращении. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов Военно-революционного комитета. Вечером 25 октября в Смольном начал заседать 2-й Всероссийский СИС Советов рабочих и солдатских депутатов. В его работе приняли участие 649 депутатов, в том числе 390 большевиков, 160 эсеров, 72 меньшевиков и 14 меньшевиков-интернационалистов. Во время работы 2-го съезда Советов рабочих и солдатских депутатов начался захват Зимнего дворца. Члены Временного правительства были арестованы и отправлены в Петропавловскую крепость. 2-й Всероссийский СИС Совета принял государственную власть от Военно-революционного комитета. Ленин написал обращение рабочим солдатам и крестьянам и провозгласил переход государственной власти в стране в руки рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Было создано Рабоче-крестьянское правительство, Совет народных комиссаров, сокращенно Совнарком. Председателем правительства был избран Владимир Ленин. На 2-м Всероссийском съезде Советов Владимир Ильич Ленин огласил два декрета – декрет о мире и декрет о войне. 3-го ноября 1917 года была опубликована Декларация прав народов России, которая провозглашала равенство и суверенитет народов России, их право на самоопределение, вплоть до отделения и образования самостоятельных государств. А также провозглашалась отмена национальных и национально-религиозных ограничений и привилегий. 20 ноября 1917 года было принято обращение ко всем трудящимся мусульманам России и Востока, которая декларировала равноправие всех народов и провозглашала демократические свободы. Положение населения Казахстана после национально-всвободительного восстания 1916 года было крайне тяжелым. Свертывалось промышленное производство, сокращались посевные площади, росли цены на сельскохозяйственные продукты и товары первой необходимости. После джута погибло огромное количество скота. Политическая ситуация в Казахстане была достаточно своеобразной, то есть имела свои особенности. Пролетариат, то есть рабочий класс Казахстана, был немногочисленный. Основной пролетариат формировался вдоль железных дорог, которая была относительно многочисленной. Земля в основном в руках переселенцев. В большинстве своем переселенцы были обеспечены землей, но больший процент населения составляли казачество. А казачество при царизме было привилегированным сословием. Осенью 1917 года большевики не обладали авторитетом казахской степи. Большая часть населения поддерживала партию Алаш и мусульманские политические организации. Еще одной особенностью было то, что в казахском ауле господствовали патриархально-феодальные отношения. Далее, казачество, которое при царизме обладало привилегированными привилегиями, особыми привилегиями, оказывало сопротивление советской власти, поддерживая временное правительство. Советскую власть не приняла и партия Алаш. Поэтому установление власти Совета в Казахстане продолжалось с конца октября 1917 года по март 1918 года. 26 ноября 1917 года в городе Коканди начал свою работу 4-й чрезвычайный краевой мусульманский съезд, который провозгласил создание туркестанской автономии. Главой правительства Туркестана стал Мухаммеджан Таншфаев, министром иностранных дел Мустафа Шукай. 1 декабря 1917 года правительство опубликовало обращение к населению края. В нем сообщалось, что Туркестан объявлен автономной частью Российской Федеративной Демократической Республики. В январе 1918 года туркестанская или кокандская автономия оказалась под давлением большевиков. Они обратились к премьер-министру Шукай с ультиматумом о признании власти Советов, о сдаче оружия и распуске органов милиции. Однако получили отказ. Для уничтожения туркестанской автономии 6 февраля прибыло 11 пешелонов с кавалерийскими, артиллерийскими и пехотными частями. В результате коканд был разгромлен большевиками, автономия была ликвидирована. Тем самым большевики показали на деле свое непримиримое отношение к национальным образованиям. 5 по 13 декабря 1917 года в городе Оренбурге состоялся Второй Всеказахский Съезд, который постановил образовать территориально-национальную автономию областей, населенных преимущественно казахами. В его работе принимали участие делегаты со всего Казахстана – Букеевской Орды, Уральской, Тургайской, Атмолинской, Семипалатинской, Семиреченской, Самаркандской областей. Организаторами выступили Букеиханов, Байтасонов, Умаров, Булатов, Дощанов. Председателем Съезда был Кулманов. На повестку дня были вынесены вопросы отношений к автономии Сибири, Туркестана, Юго-Восточному Союзу, автономия казахских аулов, милиция, национальный совет, образование, национальный фонд, муфтиад, народный суд, продовольственный вопрос. Главным вопросом на съезде рассматривался вопрос о создании казахской автономии. Доклад сделал Букеиханов. Этот доклад и вопросы казахской автономии были переданы на рассмотрение особой комиссии, и от имени комиссии выступил Габасов. Съезд единогласно постановил образовать автономию казахских областей и дал ему название Алаш-Арда. Присвоите имя Алаш или Алаш-Арда. Был образован Временный народный совет Алаш-Арда в составе 25 человек. 15 из которых было избрано на съезде, 10 мест было зарезервировано за представителями некоренной национальности. Местом пребывания Алаш-Ардинской автономии был объявлен город Сенепалатинск. Главой правительства, председателем Всеказахского народного совета, был избран на альтернативной основе Алихан Букеиханов. Кроме этого, на этот пост претендовали Хулманов и Тургубарев. Совету Алаш-Арда предписывалось немедленно взять в свои руки всю исполнительную власть над казахским населением. Но советская власть не признала казахскую автономию. В марте 1918 года по заданию правительства Алаш-Арды Халел и Жахан Шарбас-Мухамедовы выехали из Уральска в Москву и вели переговоры с Лениным и Сталином. Они вручили им решение декабрьского всекиргизского съезда. Лидеры Алаш-Арды добивались признания национальной автономии советской власти. Но когда этого не произошло, они установили контакт с Атаманом Дутовым. И в сентябре 1918 года было создано, в Уфе состоялось совещание, известное как Уфинская территория, куда вошли и представители Алаш. 4 ноября 1918 года говорилось о прекращении деятельности всех областных правительств. В частности, ее первый пункт гласил правительство Алаш-Арды считать прекратившим свое существование. В результате Уфинская территория объединила все антисоветские силы своим решением ликвидировать Алаш-Арды. К тому времени в Алаш-Арде произошел раскол. В результате 11 сентября 1918 года образовалось западное отделение Алаш-Арды с центром Джампейта в Уральской области во главе Джаханшаду с Мухамедовым. Куда вошли Уральская область, Бухеевская орда, Мангышлакский уезд, Актибинский и Иргийские уезды, Тургайской области. В центр восточного отделения Алаш-Арды переехала с семьи Палатинского жена семьи. В начале 1920 года Алаш-Арда перестала существовать. 9 марта было принято решение о ее ликвидации. И 21 декабря 1919 года, до ликвидации Алаш-Арды, Совет Алаш-Арды принял решение о переходе на сторону Совета. Следующий вопрос. Казахстан в годы гражданской войны. Установление советской власти вызвало вооруженное сопротивление свергнутых сил, что вылилось в гражданское противодействие, а затем в гражданскую войну. Исследователи считают началом гражданской войны лето 1918 года. Основной контрреволюционной силой в Казахстане были военные казачьи подразделения Оренбурга, Уральска, Сибири и Семеричи. Они совместно с офицерской казачьей верхушкой, кулачеством и баями феодалами, при активном участии сэров и меньшевиков, при поддержке партий Ширая и Ислами, Алаш-Арды и других политических организаций, с оружием в руках выступили против советской власти, организовывая контрреволюционные заговоры и мятежи. Основные причины массовых выступлений против советов заключались в том, что после государственного переворота Ленин объявил красногвардейское наступление на капитал, были разгромлены дворцы, банки, ювелирные магазины, кассы. Началась конфискация пользы народа, был составлен список богатых людей, везде повсеместно проводился обыск, и объявленное наступление на собственность прибавило центральным органам работы. Усилилось сопротивление собственникам. Рассмотрим основные события гражданской войны. С первых же дней установления советской власти активное сопротивление оказывало казачество. В ноябре 1917 года в Семеречии вспыхнуло восстание против советской власти, и в свои руки в Семеречии власть взял казачий войсковой совет. В марте 1918 года в Гуреве власть захватил генерал Толсток, который провозгласил себя атаманом уральского казачества. В мае 1918 года вспыхнул мятежчик Словацкого корпуса. В его составе было 50 тысяч солдат и офицеров. Поводом для восстания послужило то, что советы разоружили эти части, которые направлялись из Сибири через Владивосток в Европу. Мятежники захватили ряд городов Сибири, Урала, Среднего Поволжья. В мае захватили Петропавловск, в июне Ахмолинск, Адбасар, Тустана и Павлодар, Симпалатин. Таким образом, большая часть территории Казахстана оказалась у каждого гвардейства. Советская власть для защиты диктатуры и пролетариата объявила всеобщую мобилизацию. Вначале это было добровольно, затем она стала обитательной воинской повинностью. В осени 1918 года в Бухеевской Орде был сформирован 1-й революционный казахский полк, который получил название 1-й образцовый казахский советский кавалерийский полк. Летом 1919 года 2-й казахский кавалерийский полк и оба эти полка впоследствии были сведены в полную бригаду. В мае 1918 года атаман Дутов захватывает город Оренбург и перерезает Оренбургско-Ташкентскую железную дорогу и тем самым отрезает Туркестан от центра страны. Красная армия отступала вдоль железной дороги, как в Тюбинске. Чтобы преградить продвижение белогвардейцев на юг Ташкента, был образован Актибинский фронт, командующим назначен Зиновьев. Актибинский фронт сыграл важную роль в гражданской войне. Когда в октябре 1918 года белогвардейцы начали наступление на Актибинск, чтобы прорваться в Среднюю Азию и в южные районы Казахстана, они были остановлены, отброшены и войска Актибинского фронта в 1919 году освободили город Оренбург, Уральск, Орск. Осенью войска Актибинского фронта соединились с войсками Восточного фронта и были упразднены. Январь 1919 года атаман Дутов захватывает города Оренбургск и Уральск. Весной 1919 года Антанта предпринимает новый поход силами белогвардейских войск адмирала Колчака. Адмирал Колчак в Сибири устанавливает временно сибирское правительство. Но в это время Алашарда наложивает связь с Москвой, которая обещала автономию отходить от Сибирского временного правительства. СССР отошли от Колчака и это привело к успехам Советской армии и их победам. Осенью 1918 года в Северном Семеречи к власти пришли белогвардейцы. Но в обширном районе Лепсинского уезда сохранилась власть Советов и центром стал город Черкасск. Оборона этого города вошла в историю как Черкасская оборона. Она длилась с осени 1918 по октябрь 1919 года. Специально для разгрома, для снятия обороны Черкасска была переброшена дивизия атамана Анненкова. Анненкову даны были большие полномочия. Одновременно Анненков находился на службе японской разведки. Японцы обещали Анненкову перебросить из-за Байкаля в Семеречи одну бригаду. Перед Анненковым стояла задача свергнуть советскую власть и в выполнении этой задания преградой стояла Черкасская оборона. В Казахстане в годы гражданской войны широкий размах получило и партизанское движение. В марте 1920 года белогвардейцы подняли мятеж в городе Верном, ныне Алматы. Им удалось захватить Вернинскую крепость. С приходом советских войск под командованием Фурманова контрреволюционный мятеж был ликвидирован. В целом, к концу 1919 года основная территория Казахстана была в руках советов. Последние тяжелые бои произошли весной 1920 года в Северном Семеречи, где укрепились остатки армий Дутова и Анненкова. В марте 1920 года был ликвидирован последний фронт гражданской войны – Северный Семереченский фронт. Остатки армий Дутова ушли в Китай. Также за границу ушел и Анненков. Гражданская война привела к формированию политики военного коммунизма. В ходе гражданской войны и в целях мобилизации материальных ресурсов и их экономики были введены чрезвычайные меры. То есть изымались излишки продуктов. Декрет Совета народа комиссаров от 11 января 1919 года, согласно этому декрету, была введена продразверстка. В сельском хозяйстве введена разверточная система заготовки сельхозпродуктов. В широких масштабах государственная хлебная монополия стала осуществляться в Казахстане с 1920 года. Особенно тяжелый урон казахским хозяйствам нанесла разверстка на мясо и молочные продукты, которые осуществлялись в крае, согласно декрету Совета народных комиссаров от 23 марта 1920 года об обязательной поставке скота на мясо. Так, в 1921 году в Уральской и Букеевской губернии западного Казахстана фактически изъятие скота по отношению к разверстанным продовольственными органами заданиям составляли соответственно 120% и 112%. В этот период советской властью также была установлена обязательная трудовая повинность. Рабочая сила казахских крестьян активно использовалась на рыбных промах в Акаспии, Волге, строительстве железных дорог Александров, Гая, Эмба. Главной негативной чертой политики военного коммунизма в промышленной сфере являлось отсутствие государства средств на содержание национализированных предприятий. В обобщенном виде политика военного коммунизма включала в себя отмену рыночных товарно-денежных отношений, замену экономических стимулов неэкономическими директивными мерами, распространение на все сферы экономики жесткого государственного контроля, распространение уравниловки как воплощения идеи равенства. Последствия политики военного коммунизма Политика военного коммунизма, которая была введена в годы Гражданской войны, привела к тому, что в стране начался экономический и политический кризис. Безусловно, кризис грянул не в одночасье, а зрел постепенно, накапливались все отрицательные последствия авантюрно-кономической политики. Главным и страшным последствием трехлетней практики хозяйственного эксперимента в Казахстане стал массовый голод в 1921-1922 годах. В Казахстане голодало более двух миллионов человек. Ущемлялись экономические интересы народа, и это приводило к восстаниям, протестам, мятежам, выступлениям против советской власти. Первым специальным органом управления Казахстаном в условиях советской власти стал Казахский отдел при Наркомате по делам национальности РСФСР, образованная 11 мая 1918 года. 10 июля 1919 года был принят декрет об образовании Кир-Ревкома, Революционного комитета по управлению киргизским Казахским краем. В него вошли Песковский, председатель Байтасунов, Коротайев, Джангельдин и другие. Главная задача Кир-Ревкома заключалась в подготовке советской автономии края. В соответствии с декретом Каз-Ревком учреждался как высшее военно-гражданское управление краем, территорию которого входили следующие области – Уральская, Тургайская, Акмолинская, Семипалатинская, а также казахские земли Астраханской губернии. В результате работы Каз-Ревкома 26 августа 1920 года ЦИК и Совет народных комиссаров РСФСР приняли подписанный Калининым и Лениным декрет об образовании Киргизской, Казахской, Советской, Автономной Социалистической Республики в составе РСФСР в столице города Оренбурге. В состав первый пункт декрета гласил образовать автономную Киргизскую и Социалистическую Советскую Республику как часть РСФСР. В нее включались Семипалатинская, Акмолинская, Тургайская, Уральская губернии, Мангышлахский уезд, 4-й и 5-й Адаевский волос, Красноводского уезда, Каспийской области, Синеморская волос, Астаханской губернии, Бухеевская орда, территория бывших казенных оброченных земель, прилегающих первому и второму приморским округам, населенных казахами. 22 сентября 1920 года ЦИК новым декретом дополнительно ввел в состав Казахской АССР Оренбургскую губернию, а город Оренбург стал столицей республики. 4 октября 1920 года в городе Оренбурге председатель Киргевкома Раду Зинькович открыл учредительный съезд рабочих, крестьянских, казачьих, киргизских, казахских и красноармейских депутатов Казахской АССР. Создание казахско-советской автономии в составе России не решило национальную проблему казахского народа. Для укрепления политики советской автономии создавались большевистские партийные организации. Но это была новая советская форма колониального господства большевиков. Таким образом, установление советской власти вызывало вооруженное сопротивление политических сил, что вылилось гражданской войне. Гражданская война стала высшей формой классовой борьбы. Отношения между классами как будто бы смягчились после февраля 1917 года, однако гражданская война был сделан шаг 25 октября 1917 года. Ленин говорил о том, что гражданская война в стране началась на следующий день после восстания. Гражданская война в Казахстане была очень жестокой. Партийные советские работники подвергались наказаниям. Было ограбление со всех сторон, как со стороны красных, так и со стороны белых. Это крайне осложнило положение в окраине. К концу занятий вопросы для закрепления темы. Первый вопрос. Назовите причины поражения Временного правительства. Второй вопрос. Опишите приход большевиков к власти в октябре 1917 года. Назовите причины гражданской войны. Выделите основные события периода гражданской войны, происходившие на территории Казахстана. Четвертый вопрос. Что такое политика военного коммунизма? Назовите отличительные черты и последствия. И пятое. Расскажите об образовании Казахской автономной Советской Союзной Республики.